35 лет Игорь Хохлов посвятил сложной и опасной профессии. В своем выборе никогда не сомневался, говорит начальник Барвихинского отдела полиции. В подчинении 26 человек. Чтобы все работали эффективно и слаженно, всегда важно держать руку на пульсе. Кнутом и пряником, как говорится, по-русски, это необходимо. Надо понимать каждого, надо понимать чаяния каждого. Опять-таки, какие-то проблемные вопросы, их решения, соответственно. Ну и также спрашивать лично состава. Спросы основной. Дисциплина, порядок – это основа, залог всего. Сегодня подведем итоги за 6 месяцев оперативно-служебной деятельности 1-го управления. Провести системный анализ совершаемых преступлений, определить болевые точки. Сотрудники правопорядка из разных территорий собрались на очередную встречу, чтобы подвести итоги. Однако сначала торжественная часть и поощрение за высокие достижения. За минувшие 6 месяцев от жителей Одинцовского округа получено более 53 тысяч заявлений, свыше 2 тысяч поставлено на учет, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Участились случаи мошенничества, контрабанда наркотических средств, увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Выявлено больше правонарушений в сфере незаконной миграции. По делам полиции наибольшее снижение количества раскрытых преступлений, зафиксировано во втором отделе на 36%. Александра Солосина – сотрудница второго отдела. Принципы справедливости и правопорядка всегда были ей близки. В ее семье по мужской линии военные. Отец – сотрудник госавтоинспекции. Сложности в работе не пугают, без них никак, признается девушка. Мне нравится помогать людям. Я хочу добиться справедливости в нашей стране. Основные задачи выполнены. С нашей стороны, как надзирающего органа, каких-то особых нареканий нет. Своевременное реагирование и принимаемые меры способствовали сохранению контроля над оперативной обстановкой, подытожили сотрудники УМВД. Всего раскрыто 1416 преступлений, что немного уступает показателям прошлого года. К уголовной ответственности привлечено 959 человек. На особом контроле сотрудников правопорядка – профилактика терроризма и экстремизма.